Украинская экономика зависит от внешних займов, и погашения, которые предстоят в ближайшие годы, недостаточно высокая сумма. Это 51 миллиард долларов, по специальной статистике Национального банка. Следующий год? Это в ближайшие 12 месяцев. Это краткосрочный, весь краткосрочный долг и тача долгосрочного, который погашается в ближайшие 12 месяцев. Это 5,1 грн. основная сумма? 51 миллиард? Нет. В основном это долг корпоративного сектора, торговые кредиты, долг банков, и в государстве, ну, конечно, трех миллиардов. Но, тем не менее, эта сумма достаточно существенная. Плюс в Украине нужно будет финансировать дефицит текущего счета, который мы ожидаем в районе 6 миллиардов. То есть, есть такой показатель, который называется, там, на английском это gross funding needs, а на русском это валовые потребности во внешнем финансировании. То есть, это сколько нужно денег занять, чтобы выплатить существующие долги и чтобы профинансировать счет текущих операций. Но, на самом деле, в Украине есть парочка таких факторов, которые обычно люди, которые не обращают внимания, ну, и в принципе, которые говорят о том, что вот эта сумма 51 миллиард, она не является критичной. Но, самое главное, это то, что в двухкорпоративном секторе очень много кредитов инсайдерских. То есть, на самом деле, то, что занимает корпоративный сектор, во многом это офшорная компания, которая финансирует свои здесь предприятия, поэтому тут риск рефинансированный, риск того, что эта компания не сможет выплатить свой долг, он очень низкий. Ну, так, по самым грубым оценкам, как минимум половина, то есть, из суммы, которая предстоит в поглашении, вот она, ну, она будет очень легко и будет пропинансирована. Кроме того, в Украине очень большая доля торговых кредитов в этой сумме, из 51 миллиарда до 13 миллиардов, это торговый кредит. То есть, частично это финансирование, которое, которое получает компания при экспортной и импортной операции, да. Частично тут еще смешиваются суммы, которые, которые получал автогаз, например, ну, то есть, тут не только кредиты, тут и так называемая кредоплата. То есть, в принципе, эти деньги на самом деле полностью не подлежат выплату, хотя по статистике они, наверное, найдут как выплаты, подлежащие погашению, но, в принципе, далеко не всю сумму нужно будет платить. Если мы посмотрим на 2008-2009 год, по торговым кредитам уровень рефинансирования был больше 100%. То есть, даже в самые плохие времена все торговые кредиты, да, привлекали средства для того, чтобы покрыть выплаты по торговым кредитам. Поэтому, учитывая все вот эти вот факторы, да, я думаю, что в этот раз эта ситуация с платежным балансом будет у меня настолько критична, как это было в 2008 году. Даже если, ну, вот те 50% вероятности реализуются и мировая экономика пойдет по пути второй волны рецессии.